ну чё там с деньгами? с какими деньгами? куда? с моими которые я вложил! итак друзья многие помнят из вас этот ролик он смешной но тема у нас сегодня будет поднята грустная господа я сегодня расскажу о закупках материалов как что где как почем и расскажу вам как одна компания в прошлом году точнее в начале этого года кинула белгородцев и гостей города на 30 или 40 миллионов рублей присаживаемся поудобнее набираем себе чайку пивку или покушать и смотрим ролик расскажу все по теме с вами как всегда максим подписан на канал ставим лайк и комментарий это господа сейчас разберу тему закупки материалов если кому сразу интересно вот это кидальная тема ну я там тайминг проставлю перемотаете там посмотрите если не хотите полностью ролик смотреть это господа начнем с закупки материалов ни для кого не секрет что каждый год на новый год я думаю вы уже получили счета на следующий год где там электроэнергия еще что-то там газ отопление подорожало там на 10 плюс процентов также есть такие слухи что бензин будет подорожать там на 30-40 процентов там газ это все вылиться в перевозке и естественно в удорожании стройматериалов кстати с заводов уже нам приходят письма как партнеров о подорожании кирпича газобетонных смесей об этом я сейчас чуть дальше подробней расскажу итак приступим как правильно закупить материал на зиму если строите супер и второй дом самый правильный способ купить этот строительный материал и привести его себе на участок но есть один момент как обычно смотрите участок ваш если он в чистом поле находится даже мы так не делаем это достаточно несерьезно бросить на три-четыре месяца в чистом поле материал учитывая сейчас уровень жизни в россии немножечко скачет так скажем могут люди вы просто забрать экспроприрует так скажем и отвезти на свой участок поэтому чтобы его сохранить вам нужен забор или на этом сторож охранник еще что-то камеры это не очень надежно поэтому естественно лучше покупать материал с хранением вот смотрите в белгороде около десяти или пятнадцати компаний которые все предложат вам хранение естественно предложат позвоним на завод аэробил мало в компанию аэробил целях контроля качества обслуживания все разговоры записываю добрый день светлана подскажите пожалуйста хотел узнать цены по аэробил на данный момент а 4 ну если с хранением 4 800 30 кубов какой объем вам необходим ну в районе 40 кубов а сколько до какого месяца хранения будет все спасибо буду думать а что там вы не подскажете если после нового года закупаться сейчас купить лучше или может быть до февраля подождать все я вас услышал спасибо теперь сделаем звонок на нашему действующему партнеру который может материал продавать немножко дешевле подскажи что там сейчас почему и робил отдать можно а если ну заберем за наличку все я тебя услышал а если с хранением все давайте я понял давай пока итак ребят ну смотрите я по такой цене естественно вам не смогу отдать вот там как вы слышали но по факту 150 рублей по братски набросите и забирайте у меня гораздо дешевле все равно чем на самом заводе теперь перейдем к этой такой нехорошие такой ну или как поучительной скажем истории смотрите ребят существовала у нас такая компания она открылась в семнадцатом году назовем ее акулярт строй ну нормальная компания но она оказывалась от чисто посреднические услуги смотрите своих площадей не было складов не было техники не было механизмов не было ну работала доработала ну смелось и хороший красивый офис наняла там пять девчонок которые занимались холодными звонками ну вы все знаете что такое холодные звонки но это вам расскажу что такое холодные звонки ну на на территории дошли например области это когда вы покупаете семейный участок или берете его там сбег и прям через два дня вам уже такой звонок алё гоша привет ты купил земельный участок а мы занимаемся проектированием строительством там всеми делами продаем стройматериалы приготовим для вас смету проект для получения ипотеки и там зачитывают вас полностью отрабатывать все возражения и вы такие раз и как и пошли и покупать несли туда все молодцы но так не всегда правильно вам стоит подумать немного конечно это сервис хороший когда вы такие покупайте участок как вам уже сами ведут продавцы всех материалов приносят прям вам домой смету проект все это классно но иногда включать надо мозг подумать посмотреть но на самом деле и хорошие такие компании бывают но выбирать надо итак ребята что произошло в семнадцатом году эта компания открылась вот смотрите 5 лет проработала работала я так понимаю ну оправдывать я там не хочу директора там судить не кого-то 17 года открылась работали занимались посредническими услугами но вот как вы слышали вот на этом примере там тоже неплохая маржа вот смотрите цена сейчас на заводе 4500 по факту ну если вы оптовик ну как мы там еще какая-то компания вот как эти посредники например то вы можете материал купить по 3 700 по 3 700 и продавая его по 4 вы заработаете 300 рублей с куба продаете там на 50 домов нормально то получается на всем хватает на зарплату хватит точно и так сидела эта компания работала 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 и доработалась так скажем до этой точки которые пришли началось это напомню вот крах этой компании начался в пандемию был отложенный ну плохой спрос помните этот год 20 плохой плохой спрос потом в конце двадцать первого года люди посидев дома в своих квартирах поняли что классно иметь свой собственный дом и начался у нас завышенный спрос просто такой бомбический прямо с ноября месяца люди начали ходить заносить деньги строить 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 но эту фишку быстро просекли заводы там газобетона в кирпичаев и и нужно было эти материал сразу закупать естественно эти принесли на дуку зато с материалом и спи спокойно ну типа зачем рисковать ну обстоятельства этого директора я не знаю что там с ним случилось куда там это потратил на себя свои нужды но по факту я знаю что он не закупил материалы для некоторых клиентов аэробил тогда начал ну просто цены росли там как на дрожжах у него я помню что новый год по моему мы закупали по 4800 что такое и он сразу с нового года стал стоить 6 300 6 300 это вот прикинь я так по слухам знаю что он закупил он там на полторы тысячи кубов набрал денег у людей аэробила и сразу представляете полторы тысячи на кубе там или сколько там получается это где-то 22 200 миллиона рублей ну об такой попадалого и он и дальше не стал закупать ну вот это так это все слухи ну вот дальше не стал закупать думал откатиться отойдет назад а по факту аэробил дошел до 11000 он получается брав деньги у следующих людей закрывал сделки прошлое просто так и кому этот раздулся ущерб ну слухи дело я не читал уголовное никто не давал я слышал там от 30 до 40 миллионов рублей учитывая что средний чек там миллион но это вот столько потерпевших в первые ну раз я услышал об этом нам написал подписчик наш ютубе что вот такая ситуация происходит вы слышали что нет об этом нет я не в курсе а потом я оказался через рукопожатие знаком с одним товарищем который является мелким застройщиком и он взял для клиента деньги отнес ее в эту компанию ну потому что в ту компанию где мы все закупаем то я бы его не пустили так с порога так вот он отнес туда деньги на 270 тысяч рублей купил аэробил а по факту контора закрылась забрать он ничего оттуда не смог и чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком ему пришлось на 400 тысяч рублей купить за свои деньги аэробил по факту он построил человеку дом в небольшой минус но обстоятельства выполнил выполнил обстоятельства молодец и так а потом начались отзывы я просто такой залез посмотреть мне стало интересно я прочитал такой отзыв спасибо организации ахулятор строй за изумительно испорченные планы на жизнь купили стройматериал с зимним хранением на большую сумму осень 21 года в двадцать втором поняли что остались без денег и без покупки сотрудничество с этой компанией лучший путь спустить свои долгие старания выраженные в денежном количестве в трубу и лишь обратиться в полицию но жизнь продолжается до жизнь продолжается но ребят аккуратнее действительно людей жалко я точно знаю что люди некоторые закупают стройматериал или строя дома под ключ не все строят на деньги как вложения или как дача я знаю людей которые продают квартиры ну например там построили коробку продали квартиру и доделали ремонт забор благоустройство и заехали такие тоже бывают поэтому это ну это просто печально поэтому вам нужно быть очень аккуратными при выборе компании компании в которой стоит закупать материал с хранения компании много и в принципе вы действительно играете в лотерею вот ну абсолютно точно вам говорю я не говорю что прямо они все там что-то но сейчас вообще рынок такой тяжелый шаткий вы сами понимаете спрос занижен этот ну проверяйте гораздо внимательнее будьте потому что это действительно очень важно сохранить свои деньги стройматериалы построить счастливый дом для своей семьи итак господа если кстати вам будет интересно я могу вам показать ролик о компании где мы закупаем строительный материал напишите комментарии я вам сниму специально ролик об этой компании какие мы можем сделать выводы господа тщательный выбирайте тех с кем вы работаете проверяйте давно ли они работают что они вообще делают что из себя предоставляют слухи там еще что-то все это есть все это работает смотрите есть ли у них репутация потому что это ну в принципе я думаю это максимальное что может быть эта репутация еще такой момент люди откуда вы рабов с кем вы работаете они местные или нет или они сегодня здесь а завтра может быть дубае а может быть там поэтому будьте аккуратней выбирайте грамотно с тех с кем вы работаете я думаю сейчас отличное время для закупки материалов для своего красивого отличного счастливого дома всем пока с вами как всегда максим